Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Я продолжаю обозревать тему Woodmart. Это урок номер 40. Мы с вами продолжаем. На очереди у нас настройки изображения в товаре. Это находится Woodmart. Настройки темы. Раскрываем карточку товаров. Переходим в изображение. Первое. Мы решаем, как будет располагаться ширина изображения. У нас с синей рамочкой помечается макет. Можете просто поиграться, посмотреть, какой вариант может вам больше понравиться. Вот так у нас было. Обновляемся. Вот так у нас стало. Картинка занимает все пространство. Перемещается в нижнюю часть информационный блок с кнопкой корзины. Следующее действие по клику, по основной картинке. Здесь, конечно, все показано. Вот у нас стоит, когда мышкой вводим по изображению, она сразу увеличивается или есть возможность сделать так, чтобы она работала по клику. Мне это нравится больше. Или можно вообще нажать «Нет», чтобы это не работало. Здесь на ваше усмотрение. Дальше. Показать ли такую некую иконку на изображение. Вот здесь это тоже видно. По нажатию, как она будет открываться. На ваше усмотрение. Высота основной карусели. Полезно, если у вас изображение товаров разного размера. Можете включить. Дальше. Главная карусель с видео. То есть у нас это по умолчанию включено. Я здесь ничего еще не трогал. У вас тоже включено. Возможность вставлять, допустим, видео с YouTube прямо в галерею. То есть когда вы карточку оформляете, можно вставить видео. Подпись, изображение открытого в лайтбоксе, в окне. То есть получается, здесь, конечно, все видно. Если вы картинки, вам надо подписывать. Потому что когда вы картинки добавляете в Media Manager, их можно подписать. Если хотите, чтобы подпись была видна, то вы переключаете этот ползунок. При нажатии на картинку, подпись будет видна. Давайте посмотрим другие моменты. То есть вот при наведении не увеличивается. Мне так нравится больше. А при клике у меня открывается картинка. Ну, то есть здесь просто на ваш вкус. Дальше расположение основной картинки и миниатюры. Интересная возможность. Ну, здесь у меня нету. Давайте я посмотрю какой-нибудь товар, где у меня есть несколько картинок. Допустим, вот. Картинки сбоку. Да? Миниатюрочки. Мы можем сразу решить, снизу они или вообще разных вариантов. Здесь на все, мне кажется, вкусы абсолютно, какие только можно себе представить. То есть вот миниатюры снизу. Со стрелочками тоже. Ну, я верну, наверное, как было по умолчанию. И, кстати, здесь тоже внизу есть опции, значит, добавить постраничную навигацию. Такие точки под изображение, как в слайдах, это обычно бывает. А также сколько умещать вот в эту область картинок миниатюр. По умолчанию 3, можно выбрать от 2 до 6. И это для компьютерной версии. Отдельно можно настроить отображение миниатюр для планшета. И отдельно можно настроить для мобильных устройств. Просто переключаясь на мобильное устройство и выбирая здесь цифру. Также, если ширина, у нас же здесь есть вот у каждой этой миниатюрки, своя ширина по умолчанию 150. Если вы хотите ее менять, то есть внизу предупреждение, чтобы изменения вступили в силу. Вам необходимо повторно создать все миниатюры, чтобы применить изменения. Используйте следующий плагин для этого. Если мы кликнем на эту ссылку, нас перебросит в репозиторий WordPress, где нам предлагают установить бесплатный плагин, который будет помогать вот в этой смене миниатюр. То есть миниатюру поменяли, чтобы это сразу поменялось. Я никогда не заморачивался, я не тестил плагин. Не могу сказать. Действительно, он работает, он помогает, он хорош. Потому что меня всегда устраивало размер вот этих вот миниатюрок. Здесь у нас настройки с вами закончились. Давайте еще в этом видео рассмотрим ссылку с настройкой «Добавить в корзину». Здесь у нас по умолчанию будет включено Ajax «Добавить в корзину». То есть когда нажимает человек на кнопку «Без перезагрузки страницы», то есть Ajax технология, это «Без перезагрузки страницы» позволяет сразу добавлять товар и показывать вот это вот боковое окно с корзиной. Если вам это не нужно, можете это переключить. Дальше. Фиксированный значок корзины. Вот это вот интересно. Давайте посмотрим. Если мы это включаем, появляется дополнительная опция. Фиксировать ли это на мобильных устройствах. Это надо смотреть, будет ли вам это нравиться или нет. И появляется высота на ПК, а также высота для планшета, высота для мобилки. И ползунок можно управлять этим ползунком для разных устройств. Давайте сохранимся. Обновим сайт. Добавьте что-нибудь в корзину. У меня в корзине товар уже есть. И я внизу вижу такой сайт-бар. Видите? Он залипает. При прокрутке он всегда виден. То есть корзина в виде такого, где попадает картинка, заголовок, цена от и до, кнопка выбрать опцию. И здесь сравнить и добавить в избранное. Если вам это удобно, можете оставить. Мне это не особо нравится, поэтому я это отключу у себя. И также содержимое. Можно повесить текст перед кнопкой добавить в корзину и после кнопки добавить в корзину. Я добавил перед кнопкой текст привет мир, а тут после кнопки одни пятерки. Отображается это во всех товарах. Получается, перед кнопкой на самом деле текст вот здесь показывается. После кнопки вот здесь. Если какой-то текст надо здесь добавить, он будет везде здесь добавлен. Если мы перейдем в какой-нибудь другой товар, соответственно, он везде показывается. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Продолжение следует... Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok